Всем привет! Надеюсь, у меня получится снять это видео, потому что сегодня целый день, как только я сажусь что-то снимать, у нас либо музыка играет во дворе, либо соседи что-то сверлят, либо орут коты на улице. У нас сегодня довольно-таки хорошая погода, и я наконец-то открыла балкон за последнюю неделю. Итак, хочу сегодня снять видео о своих консилерах для кожи вокруг глаз, чем я пользуюсь, что мне нравится, что нет. И тут даже есть продукты, которые были открытием этого года, и которые меня просто поразили, несмотря на то, что первое впечатление о них было, не самое приятное. Итак, начну, наверное, я со своего стрикашки. Это вот такой вот консилер от марки Lumine, он у меня вполне такой уже поюзанный. И в каком-то из видео о покупках я сказала, что я ошиблась с оттенком. И действительно, с оттенком я ошиблась. Зимой этот консилер был довольно темный для моей кожи. Но сейчас я немножко подзагорела, конечно, не до такого состояния, как мне хотелось бы, но все-таки. И сейчас он вполне неплохо ложится мне под глаза, не дает никакой режима темноты, и вполне замечательно смотрится. Этот консилер, он мне нравится давно, и это не первый консилер от этой марки, и именно вот этот вот, он называется Touch of Radiance, Highlighter, чего-то там. Он у меня стерлось название. Этот консилер вполне легкий, но при этом очень неплохо перекрывает недостатки под глазами. Также он высветляет кожу вокруг глаз, да, у меня здесь подсказки. Также он высветляет кожу вокруг глаз, держится целый день, конечно, ну, целый день. 8 часов рабочий день, скажем так, на 24 часа его не хватит за счет того, что все-таки это Highlighter, все-таки это более подсвечивающее средство. И, например, если вы совсем не выспались, то, скорее всего, он вас не спасет. Второй консилер, точнее, их два, это уже вторые баночки, и они заслужили такое доверие для меня. Это марка Nauba, такие два консилера, тоже как-то давно их показывала. У меня также они в двух оттенках, это оттенок вот такой вот желтоватый и оттенок розоватый. Так вот выглядят желтоватый. И вот так вот выглядит розоватый. В основном я их использую на какой-то вечерний макияж, потому что все-таки они довольно плотненькие, да, и один и второй замечательно перекрывают темные круги под глазами, если вы не выспались. То есть они довольно долго держатся, но за счет того, что они довольно плотные, извиняюсь меня, как всегда, летает шерсть по комнате. За счет того, что все-таки это плотная консистенция, и, конечно, в идеале использовать и один, и второй, то есть вот этот я использую в уголок глаза, где обычно самый сильный темный пигмент, и вот этот на все остальное нижнее веко. За счет того, что свои плотности все-таки они подсушивают кожу, несмотря на то, что они все-таки довольно-таки кремовые, маслообразные, маслянистые, но, например, ежедневное их применение грозит все-таки дополнительной сухостью и дополнительными морщинками. Ой, что все-таки не так хорошо, особенно для сухой кожи. Третий продукт, это бесполезная вещь в моей косметичке, это вот такой вот продукт от Smashbox, называется он Photo Op. Я, кстати, не знаю даже, есть он сейчас в продаже или нет, я его покупала довольно давно на баллы от RevGosh, не знала, что взять, хотела познакомиться с этой маркой, познакомилась. Вообще, по идее, это иллюминатор анти-чего-то там для глаз, но, на мой взгляд, бесполезный продукт этот почему? Потому что он довольно жидкий, предполагается, я так понимаю, что он дает сияние и делает ваш взгляд отдохнувшим, но, когда мы его наносим на веко, и за счет того, что он довольно жидкий, он распределяется и впитывается в кожу. Если нанести только его, то да, какое-то сияние заметно на коже, но при этом он абсолютно никак не перекрывает никакие недостатки под глазами. И если сверху нанести какой-то консилер, то все вот это сияние, которое дает это средство, оно попросту пропадает. И я не понимаю, зачем делать слоеный пирог под глазами, если эффекты от данного средства попросту незаметны. Проще взять вот такой вот консилер от Lumine и получить и коррекцию цвета, и сияние, нежели использовать сначала этот, а потом этот. Следующий продукт моей косметички это консилер от марки Shiseido. Такой вот консилер, про него много кто из блогеров говорил, и многие говорят о нем только хорошее, я не исключение. Этот консилер действительно замечательный, несмотря на его дорогую цену, он того стоит. У него немножко силиконистая консистенция, но эта консистенция позволяет ложиться именно поверх кожи, не затекать в морщинке. Полностью перекрывает синий, либо фиолетовый пигмент под глазками, и несмотря на свою легкость, кстати, при этом держится с течения всего дня, никуда не затекая, не пересушивая кожу. Конечно, если вы после рабочего дня хотите пойти куда-то на вечеринку, то его стоит обновить, но на полный рабочий день его вполне хватает. Данный консилер абсолютно не требует закрепления пундрой, я не очень люблю закреплять пундрой какие-то консилеры под глаза, потому что вот за счет того, что вот эта консистенция немножко силиконовая, так как она ложится поверх кожи, он там и держится. Он никуда не сползает, при этом не требуется, еще раз повторюсь, закрепление пундры и держится в течение дня. Для меня это очень большой плюс, дабы не пересушивать кожу под глазами лишний раз. И последний консилер в моем арсенале, это вот такой вот консилер от Бобби Браун, и этот консилер был реально открытием для меня в косметическом мире, потому что я его заказывала через интернет, и, ну, как мы знаем, очень часто компьютер не передает оттенки, и даже я его видела в обзорах у блогеров, но все равно монитор не так передает оттенок средства, как все-таки живой взгляд. И когда я его только получила, для меня был шок. Я подумала, ну куда вот это можно нанести на мою светлую кожу, он идет всего лишь в одном оттенке. Я подумала, что если я его нанесу под глаза, то это будет рыжее пятно, и я буду выглядеть как панда, только с рыжими пятнами. Также здесь я думала, что вот это кремовый консилер, это оказалось пудрой, и я опять же испугалась, что плотный кремовый консилер под глаза, плюс еще сверху пудру, и в итоге я буду похожа на сморщившуюся, не знаю, на сморщившуюся курагу или на что, потому что даже кремовые жидкие консилеры иногда делают такой эффект. Но не тут-то было. У него очень такая плотная, но в то же время легкая консистенция, и он действительно очень легко распределяется. Он тает под пальчиками и дает очень ровное покрытие, не затекая опять же в складке. И вот эта пудра, она настолько шелковистая, настолько воздушная, настолько легкая, что при нанесении под глазки она абсолютно никак не пересушивает кожу и абсолютно никак не дает вот такого дополнительного эффекта пересушенной кожи, каких-то морщинок. Несмотря на темный цвет, он замечательно подходит для светлокожих девушек и великолепно перекрывает любые недостатки под глазами. Несмотря на то, что это плотная такая консистенция, и вроде бы как она может подсушивать, для меня это самое лучшее средство на зиму, и я им пользуюсь именно зимой, когда я совсем белая, и когда мои круги проступают еще больше. Никаких плохих побочных действий от именно плотной консистенции за всю зиму использования я не заметила. Моя кожа не чувствовала дискомфорта, абсолютно не появилось никаких новых морщинок от сухости, наоборот, было комфортно, и я была уверена, что на протяжении всего дня я выгляжу замечательно и свежо. Вот это были все мои консилеры под глазки. Надеюсь, вам было интересно это видео и полезно. Напишите, какими консилерами пользуетесь вы, и что для вас особенно ценно при выборе консилера под глаза. Всем спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»